Музыка И вот эждивенцы набрали массу, подросли и научились пользоваться своими когтями и зубами. Поняв, что хищников больше нельзя держать во дворе дома, мужчина обратился сначала в местную администрацию, а уже там вышли на питомник. Медвежат забрали, осмотрели и в ближайшие полтора года их будут готовить к возвращению на волю. Сейчас вот с осени, чтобы они сами зарегли спячку, это важные условия, и в конце лета, выпустить ее в среду обитания, потому что содержать ее в неволе. То есть мы не будем, нас все поддерживают, что жить в клетке 40-50 лет, ведь и столько живут в неволе, то есть это просто негуманно. А вот этот детеныш похозяйничать в тайге, к сожалению, больше не сможет. В питомник его привезли с уже загноившейся лапой, которую не удалось спасти. Всю оставшуюся жизнь медведь проведет в вольере, но не в Иркутске, а в Москве, в специальном центре, где обитают около 80 его сородичей. Забрать малыша в столицу должны в ближайшее время. Иван Губин, Артур Рощупкин. Новости сейчас.